Здравствуйте! Сегодня мы переступили порог и попали просто в райские кущи. Это территория Николы Перервинского монастыря. Сейчас действует как приходская. Здесь храмы бывшего Николы Перервинского монастыря, но удивительный уголок. А сам монастырь был основан во времена Куликовской битвы на высоком берегу Москвы-реки, откуда открывается потрясающий вид на 40 сороков московских церквей. Николы Перервинский монастырь редко встретишь в путеводителях. Не так часто его посещают туристы и паломники. А посмотреть и полюбоваться здесь есть на что. Монастырь, сейчас это храм у Патриаршего подворья, расположен в 11 километрах с юго-востока от Московского Кремля. Считается украшением московского района Печатники. Центральное место в комплексе монастыря занимает величественный Никольский храм, который часто называют Старым Николою. Одноглавый собор был возведен в конце 17 века на месте трех небольших церквей. В память об этих старинных храмах верхнюю часть собора посвятили свидетелю Николаю, а престол в колокольне Успение Божьей Матери, теплая нижняя часть Никольского собора, освящена в честь преподобного Сергия Радонежского. Строенная колокольня примыкает к храму с юго-востока, а с востока от Старого собора стоит огромный, величественный Иверский храм или Новый собор. Он был выстроен в начале 20 века архитектором Петром Алексеевичем Виноградовым для размещения знаменитого образа Иверской Божьей Матери. Во вместительном храме одновременно может находиться до трех тысяч верующих. Над воротами, ведущим в монастырь, возвышается надвратный храм, посвященный Толужской иконе Божьей Матери. Он появился в 1733 году. Еще один небольшой храм появился в монастыре совсем недавно, пять лет назад, в 2014. Деревянную церковь в честь Иоанна Богослова построили между огородом обители и берегом Москвы-реки. Храм с этим посвящением был здесь и ранее. Обители занимаются большой просветительской деятельностью. При ней существует воскресная школа, гимназия, носящие имя митрополита Платона Левшина, православный театр и курсы для взрослых. Кроме того, на базе монастыря работает духовная семинария, где в течение пяти лет будущие священники и катехизаторы получают бесплатное высшее образование. Верующие приходят в монастырские храмы, чтобы помолиться возле старинных икон, как говорят на молинах. Это сейчас все благолепно и красиво. Много сил было положено для восстановления этой обители. Результат – теплота, сердечность, можно сказать, домашность. Восстанавливали всем миром. Теперь в перерве один из больших приходов. И одна, не очень большая, как ее называют, камерная семинария. Ее студент нам кое-что и покажет, и приготовит. Итак. Здравствуйте. Добрый день. Все повара убежали, делегировали вас. Почему? Да, потому что у меня небольшой есть кулинарный опыт, так как моя жизнь была немножко связана с кулинарией, но очень непростой кулинарией, потому что я работал в кулинарном театре, но об этом я чуть позже расскажу. Позже когда? Во время процесса приготовления. Ну да, мы вас попросили что-то показать, и салат придуман здесь, как я понимаю. Салат придуман нашей одной удивительной трудницей Ириной. Ирина означает мир и спокойствие. И она как-то, когда к нам приезжали какие-то важные гости, вдруг вот симпровизировала такой очень хороший летний вкусный салат. Ну давайте, рассказывайте, как делать. Да, конечно. Ну все-таки гастрономический там какой-то театр непонятный, семинария. Да. Теперь мы готовим, как все переплелось. Так все переплелось, что у меня была мечта стать актером. Я стал актером, поступил в ГИТИС, потом пришел в удивительный театр вкуса, так называемый, в котором вкус является не самое важное, это не гастрономический вкус, а вкус к жизни, вкус к человеку прежде всего. Потому что за продуктами стоит история прежде всего человека. Потому что кто-то вырастил эту зелень, кто-то собрал эти ананасы, кто-то собирал эти, кто-то ловил креветки, кто-то выращивал гранаты. И за всем этим стоит огромная-огромная история людей. И так получилось, что в театре я был связан с кулинарией, потом я в театре научился печь хлеб, здесь в обители у нас пек просфоры, и потом так сложилась моя жизнь, что просфоры меня привели в семинарию. Я здесь окунулся в семинарскую жизнь, общался с семинаристами, мне, так сказать, понравилось все это, это среда. И я решил свою жизнь связать теперь с храмом, с церковью. И в чем же вкус жизни в церкви? Вкус жизни в церкви в невероятном разнообразии, потому что Господь нам даровал все, потому что, как говорят, раздай людям ручки, посади за листы бумаг, и сколько людей, столько и почерков будет разных. Так же и кулинарии, потому что здесь, как бы, раздай одни и те же ингредиенты разным людям, и будут совершенно разные салаты, будут совершенно разные блюда, даже если будут ингредиенты одни и те же. Так в церкви? А, в церкви. Уклонились от прямого вопроса? Вкус жизни в церкви? Вкус жизни в церкви в том, что ты действительно служишь Богу, и здесь идешь напрямую к нему, не какими-то окольными путями пытаясь найти, а идешь прямо к ним и служишь людям прежде всего. Стараешься, конечно, это делать. То, что мы служим, это, конечно, нужно, но мы стараемся прежде всего. Так, ну давайте, вы прекрасный собеседник, надо сказать. Да. Ну давайте готовить. Бывает такое у меня, что вы меня останавливаете. Я могу тут, знаете, рассказывать очень много. Итак, мы для нашего салата берем основу, это листья салата, пекинский салат его называют у нас, вот прямо из Пекина, шучу, это выращивается у нас на нашем огороде, на перерыве, на перерывинской обители. Мы в эту миску... То есть рвем салат? Да, рвем салат прям руками, смело, держите. Мелко, крупно как-то? Мелко, мелко. А вот это вот не обрабатываем? Нет, не обрабатываем. Это тоже полезно. У нас все идет в монастыре, никогда ничего не выбрасывается, никуда не девается, а все идет в приготовление. И сколько вы уже в семинарии? Я в семинарии уже четвертый год. А в семинарии чему научились? И какая это семинария? Никола Перерывинская наша семинария, которая находится в нашей Николоперывинской обители, на Перерве. Вот, на Перерве, потому что, интересно, здесь исторически говорят, что Москва-река, мы стоим прямо на берегу Москвы-реки, и здесь исторически говорят, что Москва-река шла-шла-шла, исторически вот так вот шла-шла-шла через историю, и потом раз повернула в правую сторону, в Коломенск. Все, достаточно нам листьев. Да давайте еще много не бывает. Хорошо, хорошо. Сейчас же зелени должно быть много. Да, зелени должно быть много. Дальше что делаем? Дальше у нас есть, вот смотрите, зелень. Что нужно для того, чтобы зелень раскрыла свой вкус? Конечно, зелени нужно солнце. И мы возьмем замечательные такие ананасы. Ну, консервированные обычные. Конечно, конечно. Консервированные ананасы. Немножко присыпем нашу зелень ананасами. Потом, так как у нас все-таки монастырь, хотя в данное время у нас не монастырь, у нас нет монашествующих, но у нас исторический монастырь все-таки. Все стремятся. Мы называем его обителью, да, но у нас поддерживается устав, поэтому на трапезе у нас не разрешается мясо. Оно бывает очень редко. Давайте я порежу. Давайте, вот у нас есть крабовое мясо. Мелко-крупно? Режем его вот так вот, да, вот прямо правильно. Мелко. Ну, чуть покрупнее. Такими вот кубиками, смотрите. Ее просто одну палочку напополам вдоль. Итак, собственно, Москва-река. Она повернула вправо русло, к Коломенскому туда. И исторически это место назвали перерыв, потому что Москва-река прервала свое русло. Итак, мы здесь говорим, что здесь прерывается наша греховная жизнь, и начинается настоящая жизнь с Богом. Мы поворачиваем в правую сторону, вот, и стараемся идти путем, ведущим ко спасению. Так, я думаю, вот уже достаточно нам крабового мяса. И добавляем наши консервированные креветочки. Креветки. Но это еще не все. У нас обитель, и самое главное, наш храм, наш собор Иверский. Говорят, что он даже по величине, может быть, второй после храма Шрица Спасителя в Москве. Ну, очень красивый. Да, он очень красивый, очень величественный. Прямо, и когда ты едешь по шоссейной дороге, ты поворачиваешь, у нас есть такое место, горка называется, вот на горку заезжаешь, поворачиваешь чуть-чуть правее, и прям как будто прямо сейчас заедешь в перерву, потому что монастырь прям стоит как будто на дороге. И потом, когда уже подъезжаешь ближе к монастырю, дорога объезжает монастырь. Вот, а так кажется, что ты прямо сейчас заедешь в монастырь. Прямо не понимал. Ну, и еще что хочется отметить, прошу прощения, мало того, что огромный храм, он всегда полный людьми. Да, конечно, наши благочестивые прихожане всегда наполняют, потому что у нас, что называется, такой медвежий угол, и наша обитель одна из немногих здесь, которые вообще в районе, и она просто как алмаз какой-то такой, просто жемчужина. Это уже бриллиант, уже все огранено, уже все очень красиво. Так вот, он называется Иверский. Иверские истории непосредственно связаны с Грузией. И трудница, когда делала Иринам салат, она нашла гранат и решила еще добавить в салат гранат. Для того, чтобы раскрыть гранат, мы его надрезаем так по краям слегка, саму кожицу. То есть это теперь перервенский такой салат? Да, это вот мы стараемся готовить его на все праздники, на какие-то большие, на разные роды, когда к нам приезжают важные гости, престольные праздники, двунадесятые. И вот, собственно, мы раскрываем гранат. Как говорят о гранате, это, смотрите, это сердце, в котором множество маленьких сердечек вот таких. Это все наши предки, родственники, от которых мы пошли. Вот, и мы берем гранат и крошим прямо салат. Ну, надо вот эти вот, наверное, перегородочки-то снять. Да, 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 конечно. А мы его солим, чем-то заправляем? Нет, мы заправляем только майонезом его потом в конце. И не солим, не перчим, потому что, чтобы не перекрыть сладость ананасов и граната. И вот, последний этап. Мы добавляем немножко майонеза, чтобы было вкуснее и сытнее. Вот, перемешиваем наш салат. Ну, и, как говорится, ангела за трактезой. Твоя жизнь меняется. Например, в монастыре приучают экономить воду. В монастыре приучают экономить электричество, как таковое. Потому что мы сейчас живем в обществе потребления. А радость-то в чем? Вот в этом и радость. Потому что ты видишь, что все тебе даровано Богом, и ты должен ценить то, что тебе дано Богом. А мы, когда вот мы приходим... Я рос в совершенно не церковной семье, и когда пришел к Богу, то есть я был совершенно среднестатистическим таким подростком, который привык к такой хорошей жизни, тем более Москва. Вот, и где у тебя все есть, ничего тебе добывать не надо, за водой тебе ходить не надо. То есть все поменялось. Все у тебя есть, да. А тут ты начинаешь ценить все, что у тебя есть. Спасибо, что научили ваш перерывинский салат делать. Пробуем? Да, конечно. Попробуйте. Прекрасно. Просто, хорошо, быстро. Да. Главное, по-летнему. Сочными нотками граната и лета вообще как такового. Потому что это символ лета, можно сказать. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!